здравствуйте всем с вами стокер я нахожусь в словакии вербове я тут уже был чуть больше полугода назад только был чуть подальше кирмароке а теперь я нахожусь в вербове где и собственно находятся 10 теплые бассейны я уже вчера в теплых бассейнах побывал это было вечером я не снимал так как телефон бассейном не брал буду я тут находиться 5 дней соответственно что будет интересно я вам покажу поснимаю ну и давайте я вам покажу где я собственно обитаю тут общая комната кухня телевизор дверь входа ну и здесь имеется небольшой балкон здесь душевая совмещенная с туалетом вот так это все выглядит и покажу свою конечно же комнату где я сплю здесь имеются две кровати вот одна вот такая на этой кровати я и сплю ну в общем в принципе это все вот так выглядит этот дом в котором ну и вот собственно это местность сейчас идут теплые бассейны завтра поеду с утра пещеры правда там снимать нельзя но постараюсь как-то даже если подпольный показать вам что там будет попробуем церковь и вот я уже почти пошел на бассейна идти около 10 минут если можно раз когда я был нужно было подъезжать и на беру 15 здесь всего идти можно 10 пешком и я в пассивно и вот в общем то там эти самые бассейны я смогу за это на остальные ноги может быть чуть вам поснимаю покажу как все сегодня там вот я уже собственно здесь в бассейнах сейчас посмотрим какая тут обстановка Вот один бассейн, там еще другие бассейны, тут обычный бассейн с флорированной водой. Ну что ж, иду купаться. Напоминаю, кто не знает, этот бассейн холоднее, этот чуть теплее. Ну и там еще один есть, третий бассейн, он еще холоднее получается. Это, если что, лечебная вода. Итак, покупался я в сероводородной воде, может быть еще один или два раза буду покупаться, посмотрим. Кстати, хочу сказать, что вода сегодня, по сравнению со вчера, когда я вечером немного упался, было теплее, сейчас холоднее, было 2 градуса в час, в час был на момент уже 5 градусов, но было и 8 буквально за час времени, упало до 5 градусов. И вода, по ощущениям, холоднее, чем была вчера. Ну а погруз, там она такая же, 30, где-то 8 градусов. Кстати, бесплатно дают вот такие вот энергетики. Там еще два вкуса было каких-то, но я взял вот такой вот черный. Сейчас его попробую и скажу, как он на вкус вообще. В общем, только что попробовал данный энергетик, скажу, вкусный, сладенький. Я одобряю, если кто-то сюда поедет, брите этот энергетик. Меня, конечно, плохо видно, но я уже иду назад, можно так сказать, домой, накупался. И очень много вам, конечно, показал бассейнов. В принципе, я просто в блоге показывал. Так что ничего тут не изменилось. Разве что только немного фонариков повесили на деревьях. Да и, в принципе, все. Итак, следующий день я проснулся, сейчас кушаю и отправляюсь в пещеры. Я поехал на ледяную пещеру. Называется Допшинская ледяная пещера. Ну и, собственно, сейчас, если получится, поснимаю. Как сказали люди-туристы, которые мимо проходили, что пещера оказывается закрыта. В интернете было написано, что она открыта, но по факту она закрыта. Поднимусь, посмотрю, как там вообще обстановка. Но зайти внутрь, к сожалению, не получится. Подниматься наверх около километра. Еще осталось совсем чуть-чуть. Я буду там, наверху, посмотрю, как там обстановка. Здесь вот вход. И вот там находится эта пещера. Но она, к сожалению, закрыта. Интернет такая штука может и обмануть. Ну ладно. В принципе, что смог, то и показал здесь. Ну и все, я оттуда вас спустился. Оси вам показал. И нахожу сейчас вот здесь. Осталось совсем чуть-чуть. И я выйду уже полностью отсюда. Что смог, то я вам и показал. Рад, конечно, что закрыта была пещера. Но ничего с этим никто делает. Сейчас еду обратно и пойду в теплые бассейны. Снимать я полеет, как будто. А может быть, чуть-чуть покажу. Посмотрим, увидим. Ну вот, в принципе, все. Ну все, я уже здесь, где бассейны. Сейчас пойду и буду купаться. Ну и покажу вам обстановку, какая там. Тут, кстати, не показывал. Есть елочка в холле. Дед Мороз вот такой вот. Ну и вот туда идти. Там находятся те бассейны. Итак, обстановка на сегодня. Солнечно. А, сколько градусов? Сейчас посмотрим. В общем, 6 градусов сейчас температура по воздухам. Ну и там сзади, вот видите, бассейны. Сейчас пойду лавать. Все, я уже покупался. Сейчас в номере. Завтра последний день. И послезавтра я уже уезжаю. В общем, я проснулся. Это уже последний день. Сейчас я кушаю и поеду тут недалеко кататься на лыжах. Хоть я на лыжах и не умею кататься. Но попробую и для вас немного поснимаю. Итак, поехал на вот такое вот место. Сейчас будет нужно найти, где прокат лыж. Ну и можно будет идти на них кататься. А там я уже вижу, что люди катаются. Куда сидишь у порученного кататься? ОСН вызвала Израэля, чтобы укончил незаконное забивание палестинчанов на оккупированном западном треу Юрдану. А отсудила згоршование ставу людских прав в области. Я, конечно, такой себе книжник. Собственно, я пытаюсь кататься, но катаюсь, если честно, так себе. Но так можно. В общем, покатался я немного на лыжах. Так, смог не без происшествий. У нас и угол. Ну вот, в общем, и всё. Теперь подвожу итоги данного влога. Данное видео я думал, где выкладывать. Либо на лайв-канале, либо здесь, где вы смотрите на основном канале. Но всё-таки принял здесь на основном канале выложить. Хоть и влог получился не очень насыщенным, но всё равно решил выложить его здесь. Я уже в этих тёплых бассейнах, кстати, был. Чуть больше полугода назад всё равно решил поехать. Только я был чуть-чуть подальше. Кешмароки. Это буквально 15 минут езды до этих тёплых бассейнов, до Вербова, небольшого посёлка. А то городок Кешмарок в этот раз был в Вербове, где находятся тёплые бассейны. Где я жил минут 7 идти до этих бассейнов. И как в прошлый раз я вам советовал, так я в этот раз скажу. Стоит сюда приезжать, если вы хотите поплавать в тёплых оздоровительных бассейнах. Также можно покататься на лыжах, если приезжать зимой. Ну и нужно приезжать летом, если вы хотите поехать в соляную пещеру. Конечно, до пещеры, где можно покататься на лыжах, нужно ещё ехать немного. Но оно того стоит. Ну в общем, всё. С вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Также заходите на мой лайв-канал, на канал с украинским караоке. И в тикток. Ссылки внизу в описании. Ну в общем, всё. С вами был Стокер. Всем пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok